Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушка выполняет свои задания, как она к нему относится и как она подбирает слова для коротких фраз, от которых она укладывает мысли в ответ на мои вопросы. Все остальные тоже стали более осмысленно работать, хотя есть некоторые ошибки, ошибки безусловно есть, но они стали менее грубыми, мысли стали более точными, более конкретными и более приближены к тому, что требуется выполнить в этом задании. Итак, давайте и дальше будем двигаться в это направление, я думаю, что это направление очень хорошее, и если мы будем с вами продолжать в том же пути, то результаты будут очень хорошие, я надеюсь. Итак, воспроизведение организмов. Вспроизведение организмов. Ну, мы с вами говорим о живых организмах, которые на нашей планете имеют очень большое представительство. У нас в настоящее время землю населяют около нескольких миллионов разных видов живых организмов. Есть из них и растения, среди них есть и животные, и грибы, которые являются многоклеточными организмами, существует и большое количество одноклеточных организмов. Одно из основных свойств живых организмов – способность воспроизведения, к размножению, к продолжению себе подобных, к продолжению своего рода. Итак, когда мы говорим о размножении, о воспроизведении, то это одно из основных свойств всех живых организмов на нашей планете. Но воспроизведение имеет некоторые границы, и мы сегодня на них остановимся, некоторые формы приобретает оно. И есть большое количество разных видов, которыми возможно воспроизведение разных форм, которыми возможно воспроизведение живых организмов. Значит, давайте, как всегда, сначала проверим те знания, которые мы с вами сформировали на прошлом занятии. Итак, тест номер один. Тест номер один, вот он сейчас возник у нас на экране. Значит, все приготовились тестироваться. Это будет тестирование по материалу того предыдущего. Первый вопрос. Первый вопрос на очко. Вот он, на очко. А где у нас тесты? Вы поставили? Да-да-да, я поставила, посмотрите. При презентации сегодня нити. Они сворачиваются, убрать все, наверное, нужно. А, ну, да не, можно было. Ну, хорошо, сейчас я опять его поставлю, он убрался. Подожди, сейчас, секундочку. Вот он, он. Так. Так, а вот так, кем видна? Видно, да. Тест номер один. И так неклеточные формы жизни называются. Неклеточные формы жизни называются. Пожалуйста, читаем вопросы и даем ответ. Да, у нас сегодня два человека. Ага, Ольга. А, Ольга, подождите, подождите. Ольга, пожалуйста, нажмите над чатом, есть кнопочка. А, просмотр. Нажмите на нее. Посмотрите над чатом, Ольга. Просмотр. Видите, Ольга? Алло. Я тут она не видит. Не-не-не-не, посмотрите, прям над чатом, прям наверху-наверху, зелененьким таким написано просмотр. Посмотрите, поднимите выше. Это вот где, смотрите, где зеленая у нас штучка, есть информация для меня, да. И вот там вот дальше начало, там о факультете, абитуриентам. И вот как раз немножечко левее есть кнопочка просмотра. Или просто перезагрузите страничку. Ну, это самый такой вариант. Да, Наташа. Сейчас, секундочку, посмотрим, Ольга появится у нас, я думаю. Так, вот, Ольга появилась. Ольга, да, вы там просто зайдите под своим именем еще, чтобы мы могли ваши ответы зафиксировать. Там наверху надо ввести свое имя, фамилию и свою почту. И второй гость, конечно, тоже желательно бы зарегистрироваться под своим именем, чтобы мы знали, кто отвечает. Чтобы мы вас могли занести в активность абитуриентов и все зафиксировать. Это будет очень полезно на вступительных экзаменах. Так, все, значит, Ольга вошла. Да, я опять запускаю тест. Давайте пока. Гость, я надеюсь, вы присоединитесь и зарегистрируетесь под своим именем. Так, давайте. Как-то все, нет. Елена Ефимовна, все, Ольга зашла. Все, так, тест. Ага. Она-то сделается, да? Да-да-да, все, она теперь может. Просто она под ведущего попала, там, можно выступить, нажать. Ну, понятно. Все, наладилось. Так, да, так, ждем ответа от Ольги. Все, ну вот, можно следующее. Давайте я, Елена Ефимовна, тестом, как говорится, полковожу. Давайте, давайте. Так, давай, Бак-Терех. 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 Что такое Бак-Терех. У нас сейчас три человека, так я вижу, нет? А, нет, от Дмитрия, он у нас записывает занятия, так что у нас пока два человека. Понятно. Угу. Вот сейчас Ольга ответит на вопросы, можно будет на следующий вопрос перескорачивать? Угу. Ну, я пока не... А, да-да-да. Все, все, спасибо, Ольга, все, молодцы. Третий вопрос. Наследственный материал вирусов может быть? Нет, не совсем правильно. Таша. Итак, белковая оболочка вируса называется? Как называется белковая оболочка вируса? А Оля же не ответила? Нет. Нет, она ответила, она ответила правильно. А, может быть, я просмотрю? Да-да-да, ответила, зелененький был. Угу, дождалась я ответа ее. Угу. У нас, я как понимаю, сегодня Александра в лидерах по сто процентов. Ну, все, молодец. Молодцы, молодцы, сейчас я завершаю тест, скачаю ваши результаты. Угу. Вот, видите, вы сейчас можете посмотреть ваши. Ваши статистику, сейчас я скачаю. Секундочку. Мы дальше переходим, Оля? Да-да, сейчас, секундочку. Он у меня скачается, просто чтобы убедиться. Все, можно выключать тест. Все, а теперь мы переходим на презентацию. Хорошо, значит, вот мы вышли... Я продолжаю вам? Оля. Значит, мы вышли с вами, мы видим сейчас на экране таблицу, в которой у нас разложено различие и сходство между половым и бесполым размножением. Ну, у нас с вами, на самом деле, половое и бесполое размножение во многом идут рука в руку, и в некоторых организмах преобладает одно из них, а многие организмы могут размножаться и половым путем, и бесполым путем. Значит, ну, конечно же, эти размножения очень разные. Давайте вот посмотрим их особенности. Итак, половое размножение. Во-первых, в половом размножении, обязательно, должны быть два партнера. Вот видно то, что написано, что участвует в этого организма. Каждый из них вносит свою лепту, вносит свой наследственный материал. В бесполом размножении участвует только один организм. И, соответственно, наследство будет только от этого организма. Следующий момент. При половом размножении обязательно образование гомет. Гомет – это половые клетки, которые образуются в результате редукционного деления, то есть миоза. Мы, наверное, говорили о том, что такое миоз. Говорили о том, чем он отличается от метоза. При бесполном размножении участвуют клетки, которые размножаются метозом, то есть, которые сохраняют диплоидный набор хроматом. И, соответственно, полностью свою наследственность они создают своим потомкам. При половом размножении дети у одних и тех же партнеров получаются разные. Здесь у нас потомство совершенно одинаковое, поскольку они содержат тот же самый набор наследственной информации, который, в общем-то, был у единственного родителя. У нас возможности того и другого размножения совершенно разные. При бесполном размножении оно дает дочерние особи, которые совершенно одинаковы с материнской особи, которые полностью повторяют признаки ее, все признаки сорта вот здесь вот написано. Бесполное размножение очень быстро позволяет нам распрости количество организмов, и этим пользуется в сельском хозяйстве для того, чтобы очень быстро вырасти какое-то серьезное потомство. Половое размножение, оно требует гораздо больших усилий, гораздо больше энергии. И здесь у нас происходит обмен генетической информацией между родителями. И возможности полового размножения в плане быстрого наращивания количества особей, оно, конечно, уступает возможностям. У меня вот появляется все время вот эта полоса. Уступает возможностям бесполого размножения, но оно во много раз превышает возможности бесполого размножения в плане рекомбинации признаков наследственных, потому что у нас здесь два партнера, которые вступают в отношениях половые, и каждый из них вносит какую-то свою вепту в наклестную информацию. Значит, у меня вот появляется здесь, посмотрите, Оля, у меня появляется, что бы я ни делала, я не нажимаю на клавишу, у меня вот при введении этим карандашиком появляется красная линия. Ладно, дальше, не будем на этом останавливаться, пойдем дальше. Сначала мы с вами рассмотрим способы бесполого размножения. Хотя при бесполом размножении у нас участвует, в бесполом размножении участвует только одна особь, есть возможности разных видов бесполого размножения. Ну вот мы здесь видим их шесть штук, и давайте сейчас сначала вот работаем с этим слайдом, а потом остановимся на каждом из них поподробнее. Там у меня есть солидный видеоматериал для того, чтобы показать некоторые способы бесполого размножения. Он очень короткий, но он очень иллюстративный, и мы с вами сможем просто увидеть своими глазами, как это все размножается. Итак, самое простое деление бесполым способом – это деление одноклеточных. Одноклеточные – это тип простейших, если мы говорим о животных одноклеточных, то это тип простейших. Самый известный представитель этого типа – амеба. Вот амеба очень хорошо изучена, и в плане своего деления в том числе. Значит, деление амебы – это один из способов бесполого размножения. Сейчас мы посмотрим этот видеоматериал. Следующий способ бесполого размножения – это спорообразование. Спорообразование – это уже очень часто встречается не только у одноклеточных, это встречается очень часто и у многоклеточных, и у растений. И у многоклеточных растений, в частности у грибов и мхов, например. Это когда растения образуются специальные споры, и дальше мы немножечко о них поговорим. Следующий вариант бесполого размножения – это почкование. Ну, почкование особенно хорошо, отчетливо изучено для гидры. Гидры – это животное из типа кишечно-полосные. И там тоже сейчас будет небольшой видеосюжет, на котором мы увидим, как происходит это почкование. Следующий способ бесполого размножения – это так называемая фрагментация. Фрагментация, которая описана для морских звезд, когда материнские организмы делятся на части, которые превращаются в однотипный, абсолютно с ней, и в дочерние организмы. Части превращаются в разные дочерние организмы, которые полностью повторяют материнские организмы по своим наследственным особенностям. Ну и, конечно же, это вегетативное размножение растений. Вегетативным размножением растений мы очень активно пользуемся в своей дачной практике и очень активно это используем в сельском хозяйстве, когда у нас разные части растений могут давать целиком полное растение. Давайте пойдем дальше. Будем сейчас конкретно разбирать эти материалы. Итак, вот у нас амеба. Амеба – это организм, одноклеточный организм, из типа, который называется простейший. Это тип относится к царству животных. И вот ее деление. И вот ее деление. Значит, есть очень короткий видеоматериал. Давайте мы его сейчас посмотрим. Вот, Оля, вы выложили в чат. Да-да, я уже в чат выложила видео материала о бесполном делении амебы. Правильно? Да, бесполном делении амебы. Давайте сейчас все переключимся на этот материал, посмотрим его. Одноклеточные организмы, такие как амеба, размножаются делением клетки. Дочерние клетки при этом являются точными копиями материнской. Это своего рода метод. Да, это деление на 2. Своего рода метод. Мы все это посмотрели. Александр посмотрел, а Ольга посмотрела? Хотелось бы, чтобы вот вы плюс поставили. Да, отлично. Давайте дальше пойдем. Очень короткий видеоролик. Просто это сюжет, который позволяет нам это все увидеть своими глазами. То, что исследователи видят под микроскопом, мы с вами видим в записи. Хорошо. Итак, споры образования. Споры образуются в некоторых растениях. В частности, у Тунхов, например, это написано. И они способствуют размножению этих растений. У бактерий тоже образуются споры, но здесь совершенно другой смысл этих спор. Здесь спора, она, каждая бактерия образует свою спору. То есть это не механизм размножения. Это механизм переживания неблагоприятных условий. Спора покрывается оболочкой, и на некоторое время жизненные процессы, процессы месополизма в ней затихают. И в таком вот виде она может очень долго пролежать. Она может пролежать в разных условиях климатических, она может пролежать в разных условиях химического окружения, сохраняя свою способность. Как только спора попадает в условия, в которых она может достаточно хорошо расти, в благоприятные условия, то тут же она превращается опять в фегитативную форму растений, и очень быстро начинает воссоздавать свои копии. Дальше. Почкование. Почкование, вот это то, что здесь написано, это образование новых особей из выростов материнского тела, так называемых кощек. И процесс почкования, он очень хорошо, отчетливо показан на примере гидры. Гидры – это один из организмов кишечно-полосных, кишечно-полосных, и давайте мы сейчас посмотрим вот этот сюжет, вот этот вот сюжет давайте посмотрим, чтобы убедиться, как это происходит. Как размножаются гидры. Весной и летом на теле животного выступают бугорки. Из них растут молодые гидры, и когда они полностью способны жить самостоятельно, они отделяются от родительского организма. Этот вид бесполого размножения называется почкованием. Осенью и зимой бугорки тоже появляются на теле гидры, но в это время они заполнены сперматозоидами у мужских экземпляров и яйцеклетками у женских. Оплодотворенные яйцеклетки развиваются в молодых гидр. Итак, мы здесь видели способ размножения бесполой путем почкования, но под конец сюжета там было указано о том, что гидры могут размножаться и половым путем. Безусловно, это так. И у нас будет, когда мы сейчас с вами говорим о половом размножении, тогда у нас будет еще сюжет тоже самое про гидру, когда уже целиком размножаются половым путем. У нас разные организмы могут поддерживать и половой путь размножения. Идем дальше. Просто это мы сейчас с вами рассматриваем бесполой путь размножения, и поэтому сюжет я подбирала про бесполое размножение. Но поскольку он посвящен гидре, да, конечно, это пресноводный гидр, совершенно верно, кишечно-полосный, тип кишечно-полосных, и вот тут указано, что еще есть и другой путь размножения, а именно половой. Это вот способ фрагментации. Фрагментация – это способ, в котором очень активно задействована так называемая регенерация, то есть восстановление, возобновление клеток с помощью методоза клетки верится. И когда у нас с вами, вот именно для этого типа, для этого вида животных у нас активно показан этот способ фрагментации. Когда у нас начинает отделяться какая-то одна часть этой особи, и по ней восстанавливается полностью весь организм. Это один из способов бесполого гидрознажения. Следующий. Ну и мы наконец с вами пришли к вегетативному размножению растений. Мы пришли к вегетативному размножению растений, которые имеют очень большое разнообразие. Но вегетативными частями растений называются все эти части растений, которые не связаны с половым размножением. Ну вот у нас существует вегетативное размножение с помощью корня. Таким образом, вот здесь вот написано несколько разных примеров, таким образом можно размножать малину, яблоню, рябину. Можно делать корневые черенки. Вот таким образом у нас можно размножать одувальчик. Это все бесполые способы размножения. И корневые клубни. У нас клубни могут быть видоизмененными подбедами, а могут быть клубни видоизмененными корнями. Вот это вот у нас побегом то, что мы можем делать в размножении стеблем. Но это большое количество, большое разнообразие. Мы все эти формы используем у себя на дачных участках. Это и черенки, и стеблевые черенки. Это от волки, это и усы, которым очень активно, вот этот способ размножения очень активно использован. В размножении демолинейки в частности. Это прививка. Ну прививка – это вещь достаточно отдельная, которую далеко не все дачники используют. Она требует навыков, какого-то специального умения. А, это Оля написала, я вернусь честно. Ну хорошо, давайте мы попробуем сейчас без Оли как-то обойтись. Прикрепа – то, что требует какого-то особого умения. И поэтому далеко не все дачники это используют в своей практике. И подземными побегами. Вот подземными побегами мы очень часто пользуемся. Мы таким образом размножаем картофель, земляную грушу, петинамбур. Когда мы используем вот эти вот клубни. А, это вы повесили. Хорошо, спасибо, Оля. Это вы повесили следующий фильм, небольшой видеосюжет. Да, конечно, мы очень активно используем клубни картофель, клубни тупинамбура. На самом деле это не корни, а это видоизмененные побеги. Это подземные побеги. Корневещи. У корневещи мы можем размножать вот эти вот виды растений. В частности, вот по поводу ириса, можно сказать, что ирис очень часто так мы размножаем в своей дачной практике. Ну, и луковица. Луковица – это тоже не корень, а это видоизмененный побег. Репчатый лук и всевозможные луковичные цветы размножаются не таким образом. Ну, и чеснок, конечно, и чеснок, конечно. Хорошо, давайте дальше пойдем. Ну, вот это вот у нас примерно та же информация, но она иллюстративна, она тут рисуночный такой имеет вид. И мы с вами видим вот это вот размножение устами, то, о чем мы с вами уже говорили. Я думаю, что это все, наверное, понимают. Вот это вот размножение у нас – это смородина, корневыми отпрысками можем размножать. Вот это вот то, что очень распространено в дачной и фельсхозяйственной практике. Это когда используются видоизмененные побеги. Вот это луковица, вот это вот у нас. Чеснок таким же образом тоже размножается. А это вот клубни картофеля. И это стеблевой черенок. Стеблевой черенок – это кусочек стебля. Специальным технологиям отрезается он. Специально он углубляется в грунт посадочный, да. И он очень хорошо должен активно поливаться. Нет первые дни, по крайней мере, для того, чтобы упустить корни. Хорошо. Хорошо. А теперь давайте-ка мы сейчас с вами посмотрим видеоматериал, который вот Ольга нам выложила заботливо здесь, да, перед тем, как она отошла на пару минут. Давайте включаем сейчас этот материал. Я у себя отключаю микрофон. Вы уже знаете, что из каждого семени может вырасти новое растение. На семенах одуванчика есть пушинки-парашютики. Разлетятся они и засеют семенами целую поляну. Но растения размножаются не только семенами. Отрежем от фиалки лист и поместим его во влажную почву. От листа фиалки стали отрастать маленькие корешки. Появились первые листочки. И вот новая фиалка расцвела. А это декоративное растение. Глоксиния. Она размножается так же, как и фиалка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значит, лист, один только лист, может дать жизнь новому растению. Когда-то на берегу этого пруда росла только одна ива. Окломилась веточка. Попала на подходящую почву. Субтитры создавал DimaTorzok Стебель укоренился. И поднялось молодое деревце. Так постепенно берега зарастали ивами. Люди наблюдали, как размножаются растения в природе. И стали так же разводить садовые растения. Нижние ветви крыжовника стелятся по земле. И от них отрастают корни. Когда хотят вырастить больше кустов, ветви специально прижимают к земле. Они укореняются. Среди молоденьких кустиков выбирают самые лучшие. Их высаживают отдельно. Пройдет несколько лет, и кусты начнут плодоносить. Земляника тоже размножается стеблями. Киносъемка позволяет нам наблюдать удивительное зрелище. От каждого кустика растет длинный стебель, ус. Вы, конечно, понимаете, что усы не растут в природе так быстро. Прошло около месяца, пока они вырастут. А мы показали вам это за несколько секунд. Там, где усы прижимаются к земле, они укореняются. От них отрастают маленькие листочки. Новые растенницы высаживают на грядке. Теперь вы узнали, и стебель может дать жизнь новому растению. Растения могут размножаться и подземными частями. Картофель, например, размножают клубнями. Засветет картофель, а под землей образуются новые клубни. Посадили один, а выросло десять. На корнях малины есть почки, из которых вырастают новые побеги. Когда кусты стареют, они хуже плодоносят. Поэтому молодые растения высаживают, обновляя посадки. У гладиолусов под землей образуются луковицы. Из каждой луковицы можно вырастить новое растение. Субтитры создавал DimaTorzok Вот видите, размножаются растения и подземными частями. Итак, растения могут размножаться не только семенами, но и подземными частями, и севыблями, и листьями. Все, Александр тоже посмотрел. Значит, я запускаю сейчас трес. Да. Угу. Сейчас, на все, все. Угу. А я его что-то не вижу. Посмотрите, а другие видят его? А другие видят его? А. Нет, не видно. Давайте я его заново сейчас запущу, ладно? Давайте я его заново сейчас запущу, ладно? Давайте я его запущу, ладно? Давайте я его заново сейчас запущу, ладно? Давайте я его запущу, ладно? Угу. Угу. Так, сейчас. Так, сейчас. Так, а сейчас? Все видят? Все видят? Я не вижу это точно, Оля. А, Ольга видит. Елена Ефимовна, пожалуйста, сходите презентацию. Так, я свернула. Видите? Видите? Нет, не вижу. Но главное, чтобы все остальные видели, чтобы студенты видели. Давайте я убью его презентацию, наверное. А, нет, вот этот опять у меня, видите? Вот сейчас он у меня пропал. Сейчас, секундочку, я его опять запущу. А, вот он, да, я его запущу. Сейчас я тоже загружаю, он уже поменялся. Да, он уже поменялся. Ага, вот. Все, да. Все, да. Автотропами вызывают организмоспособные. Первый вопрос я вижу. Да. Ветеротропы. Да. Ветеротропы. Продолжение следует... 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 примитивная, но уже пищеварительная система, тут есть рост специальный, которым она заглатывает какие-то элементы. Не поняла это что, Александр? Как отличить эту конъюгацию и мюзи? Давайте мы сейчас с вами в порядку будем идти. Про мюзи мы с вами уже говорили. Давайте сейчас про конъюгацию, которая осуществляется в инфузоре. У меня там будет очень короткий видеоролик, который нам очень много разъяснит. Значит, у нее есть бакуоль пищеварительный, который содержит ферменты, лизирующие вот эти вот уже пищеварительные какие-то вещества, которые она в себя в организм загрузила. И у нее есть два ядра. Обратите внимание, что для инфузории туфельки характерно наличие двух ядер. Одно ядро, оно большое, макронуклеус, оно называется вегетативным ядром. Вегетативным ядром. И маленькое ядро микронуклеус, которое является генеративным ядром. Давайте вот мы сейчас это запомним, а потом мы с вами перейдем уже к видеоролику. И есть вот порошица, или паров, как ее иногда называют, которая служит для выделения каких-то непереводных остатков уже из тела инфузории. Вот вы видите, что инфузория – это достаточно сложно устроенный организм, который вполне самостоятельно может существовать в окружающей среде, поглощая то, что ей нужно, перемещаясь к тем объектам, которые ей нужны для жизни, и уходя от тех объектов, которые несут ей какую-то опасность. Дальше пойдем. Дальше у нас вот этот вот достаточно четкий видеоматериал про половой размножение инфузории. Вот выложила Ольга у нас этот адрес. Давайте сейчас, я выключаю. При конъюгации инфузорий-туфелик две клетки соединяются на время. В каждой из них микронуклеус делится надвое, формируя два микронуклеуса, один из которых более активный по сравнению с другим. Прилегающие клетки обмениваются микронуклеусами. Новый микронуклеус в каждой клетке сливается с менее активным микронуклеусом. Во время этого периода макронуклеус распадается, а позже, после обмена микронуклеусами, формируется новый макронуклеус. Ролик простой, короткий, и я думаю, что очень понятный. Очень понятный. Мы рассматривали на картиночке этот макронуклеус и этот микронуклеус. Было очень четко показано их значение, их смысл в этой конъюгации. Здесь идет некоторый обмен между двумя разными особами генетического материала и, конечно же, это дает некоторое разнообразие наследственного материала и, соответственно, тех форм белков, которые там записаны. Хорошо, давайте с вами перейдем к более продвинутому виду полового размножения, который называется копуляция. Итак, при копуляции образуются две половые клетки. Они называются гаметами. Они называются гаметами. Эти две клетки предоставлены двумя разными организмами одного и того же вида, но каждая гамета отличается от всех остальных клеток этих организмов тем, что в ней каплоидные, то есть одинарный набор хромосом. Когда эти гаметы вливаются, образуется первая клетка нового организма, которая называется зиготой. Вот она у нас написана, зигота. И в этой зиготе восстанавливается обычный диплоидный набор хромосом, который имеется у всех неполовых, то есть вегетативных клеток этого организма. Вот ядра гамет сливаются и образуются в одно ядро, которое дает начало у нас новой жизни. Итак, вот этот вот половой тип размножения, а именно копуляция, он присутствует у всех высших растений, он присутствует у всех высших животных. Но давайте с вами рассмотрим половой процесс у типа кишечно-полосной, которую мы уже с вами сегодня рассматривали в плане бесполого размножения, конкретно пресноводного полипа гидра. Ну давайте несколько слов все-таки о гидре скажем. Нам все равно надо знать и виды животных, и виды растений. Значит, вот у нас этот единственный полип, который имеет ножку, у которого имеется тело наподобие мешка, у этого тела открытый верхний конец. Через эту верхнюю часть, здесь у нас находится рот, который окружен щупальцами, вот в верхней части тела находится рот, открытый рот, и вокруг этого рта имеется щупальц. Ну вот мы с вами видим здесь эти гидры в каком-то таком симметическом изображении. И эти щупальцы, они совершают движения, которые направляют в полость гидры всевозможные микроорганизмы, не микроорганизмы, а мелкие организмы я имела в виду, каких-то маленьких рачков, какие-то маленькие водоросли, для того, чтобы они переварили сюжет телегидры. Значит, она набивает себе тело вот этими мелкими организмами. Подчас они не очень хорошо в ней помещаются, подчас они там начинают проявлять какую-то активность. Но в конце концов гидра выпускает свои ферменты, которые лизируют все это содержимое ее тела. Тело, набитое вот этими мелочными формами жизни, этими мелкими рачками, например, оно разбухает постепенно. И на некоторое время здесь активность гидра приостанавливается, очень активно идут процессы переваривания. В конце концов, непереваренные остатки, если такие остаются, какие-то крупные частицы, твердые частицы, они удаляются также через рот, то есть наш рот служит не только для того, чтобы туда заглатывать пищу, но и для выделения переваренных остатков. Те остатки, которые из организма должны удалиться в растворенном виде, они удаляются через покровы тела, то есть у нас двумя путями идет удаление, одна часть непереваренных остатков удаляется через рот, а те остатки, которые могут в растворенном виде удаляться, они удаляются через покровы тела. И таким образом гидра растет, размножается и вполне себе неплохо живет. Хорошо, значит, вот это вот гидра, это тип кишечно-полосные. Давайте сейчас посмотрим с вами видеоматериал о том, как гидра может размножаться не только без полом размножения, потому что мы видели с вами в очковании, но и половым способом. Я отключаю с вами... Среди гидр встречаются как гермафродиты, особи, в теле которых образуются и женские, и мужские половые клетки, так и раздельно полые, например, стебельчатая гидра. Образование половых клеток происходит в эктодерме. В этих местах эктодерма вздувается в виде бугорков, в которых образуются или многочисленные сперматозоиды, или одна амебовидная яйцеклетка. Сперматозоиды выделяются в окружающую среду и током воды доставляются к яйцеклеткам. После оплодотворения происходящего на теле гидры яйцеклетка покрывается оболочкой. Зимой материнский организм погибает, а покрытая оболочка яйцо перезимовывает, и весной начинает развитие. Яйцо многократно делится. В результате этого дробления образуется шар из клеток, из которого затем формируется двухслойный организм. После этого молодая гидра покидает яйцевые оболочки и выходит наружу. Хорошо, значит, мы посмотрели этот сюжет. Мы здесь встретились с таким термином, как гермафродитизм. Как вы это поняли? Пожалуйста, напишите в чате, что такое организм гермафродит. Организм гермафродит. Я жду вашей ответной активности. Два в одном. Да, два в одном, два в одном флаконе, совершенно верно. Значит, у нас здесь есть совмещенная и женская, и мужская оси. Один организм может производить и два разных типа гомет. И женскую гомету, и мужскую гомету. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а что более продвинуто, что дает больше преимущества в плане разнообразия? Гермафродитизм или все-таки, когда у нас разные гометы развиваются на разных организмах? Однополая, это имеется... А, когда один организм, он поддерживает один такой-то пол, либо женский, либо мужской. Да, я согласна с вами. Здесь у нас гораздо больше возможностей в плане рекомбинации признаков. Конечно, гораздо больше возможностей. Гермафродит, этот термин, он возник от двух имен богов, гермеса и афродита, которые в одном организме могли совмещать два разных начала, женское и мужское. Женское и мужское. Ну, на самом деле у нас все равно есть какое-то совмещение, но вы знаете, наверное, что если мы говорим уже о человеке, мы очень скоро перейдем к привлечению человека. Если мы говорим о человеке, то у человека вырабатываются и гормоны его пола, и гормоны противоположного пола. Другое дело, что мужских гормонов в женском организме вырабатывается ничтожно мало, а женских гормонов в мужском организме тоже вырабатывается ничтожно мало. То есть все-таки тот пол, который преобладает, он имеет гораздо более серьезную, более сильную гормональную поддержку. И он издает не только физические и физиологические процессы, но и физические процессы тоже во многом определяются женскими или мужскими половыми гормонами. Так, хорошо. Вот это мы с вами посмотрели сюжет. И мы с вами поняли, что многие организмы могут размножаться как безполным путем, так и половым путем. Но это относится и к растениям. Это относится и к растениям. Значит, вот мы с вами, наконец, пришли уже к высшему растению. Высшее растение – цветковое растение. Вот это вот у нас нарисована схема цветка. Ну, как известно, цветок, он состоит из венчика, который включает в себя лепестки, и чашечки, которые включают в себя чашелистики. Значит, есть у нас кибелек, на котором растет цветок. Это называется цветоножка. Вот у нас здесь, кстати говоря, многие вещи подписаны. А чашелистики – это элементы чашечки. Чашелистики – вот они у нас, вот они чашелистики. Лепестки у нас – это элементы венчика. Вот они у нас, лепестки. И у нас есть органы, которые относятся непосредственно к половому размножению. Во-первых, это тестик с семипочкой. Здесь у нас созревает женская половая клетка. И это тычинки с пыльниками на своем конце, где созревает пыльца. Пыльца у нас содержат мужские половые клетки. Давайте дальше пойдем. Вот материал… А, это вы поставили. Я хочу сначала предварить немножечко. Давайте, подождите, не будем сейчас включать сразу этот видеоролик. Мы его посмотрим. У нас есть, кстати говоря, на дом. Это будет гораздо более серьезный ролик. Он на тот же сюжет, но он такой… Занимает большое количество времени, поэтому я не стала его выносить вот сейчас у нас для теперешнего просмотра. Вы это дом посмотрите. Значит, а сейчас у нас с вами… А сейчас у нас с вами небольшой сюжет, где показано… Который немножечко рассказывается в таком упрощенном варианте о половом размножении цветковых растений. Значит, цветковые растения, они тоже имеют половое размножение. И это половое размножение было очень активно изучено и специальным образом описано на вашеном. Это наш отечественный ботаник, русский ботаник, который известен всему миру. Оля, почему-то у меня… Я смотрю мое изображение… А, все, вот оно восстановилось. Видимо, потому что здесь была отключена видеокамера, поэтому у меня половины не было. Навашин, он открыл это двойное оплодотворение, и он его изучил, описал, и к нам еще присоединились, и очень много ему посвятил своих работ. Очень много посвятил ему своих работ. Вот что такое двойное оплодотворение у цветковых растений, эта вещь достаточно сложная. Ее надо изучить, с ней надо поработать. И давайте сейчас посмотрим вот этот вот простой сюжет, попытаемся в нем разобраться немножечко. Наш соотечественник, академик Сергей Гаврилович Навашин открыл особенности оплодотворения цветковых растений. В чем же заключаются эти особенности? Еще в процессе формирования цветочной почки В будущем цветке начинают образовываться половые клетки. Женские половые клетки формируются в завязи пистика, в семи почки. Одна из клеток семи почки делится путем миоза. Из 16 пар хромосом клеток вишни Возьмем условно три пары и проследим за их судьбой. В результате миоза возникают 4 клетки. В каждой из клеток гаплоидный набор хромосом. Это женские споры цветкового растения. Из этих клеток три дегенерируют, а оставшаяся клетка растет. В ней содержится большое количество цитоплазм. Ядро этой клетки делится путем метоза. Возникшие в результате деления дочерние ядра расходятся в противоположные стороны. И каждая из них вновь делится дважды. Образуется восьмиядерная клетка. В верхней и нижней ее частях располагаются по 4 ядра. От каждой группы к центру перемещается по одному ядру. Вокруг остальных ядер обособливается цитоплазма. Одна из образовавшихся клеток становится женской гаметой яйцеклеткой. А что же происходит с ядрами, переместившимися к центру? Каждая из них содержит гаплоидный набор хромосом. Ядра сливаются. Возникает ядро, содержащее гиплоидный набор хромосом. Она называется вторичным. Так формируется зародышевый мешок. Состоит он, как вы видите, из нескольких клеток. Одна из них женская гамета яйцеклетка. В центре зародышевого мешка находится диплоидное вторичное ядро. Это и есть женский гаметофит цветкового растения. А как же образуется мужской гаметофит? Разрежем пыльник. Все клетки его вначале однородны. Затем происходит дифференциация. Материнские клетки пыльцы начинают делиться. Делятся они путем миозы. Основные этапы этого процесса мы с вами уже наблюдали при образовании женских спор. В результате миозы возникают гаплоидные пыльцевые зерна мужские споры. Они находятся в гнездах пыльника. Каждая спора делится и образует две клетки. Вегетативную и генеративную. Пыльник созревает и пыльца высыпается. Происходит опыление. Под действием веществ находящихся на рыльце пыльца прорастает в направлении семипочки. Образуется пыльцевая трубка. В процессе роста кольчик пыльцевой трубки выделяет особые ферменты растворяющие клетки столбика. Обе клетки пыльцевого зерна переходят в растущий конец пыльцевой трубки. Генеративная клетка делится. Возникают две мужские гометы. В отличие от женских мужские гометы содержат значительно меньшее количество цитоплазм. Так формируется мужской гометофит. Пыльцевая трубка прорастает в зародышевый мешок. К этому времени вегетативная клетка дегенерирует. И обе мужские гометы вливаются в зародышевый мешок. Одна из мужских гомет перемещается к яйцеклетке и сливается с ней. Из двух гоплоидных гомет в результате оплодотворения возникает диплоидная зигота, из которой развивается зародыш селени. Вторая мужская гомета перемещается к диплоидному вторичному ядру и также сливается с ним. Образуется ядро, содержащее тройной набор хромосом. Оплодотворение, при котором одна мужская гомета сливается с яйцеклеткой, вторая, со вторичным ядром, называется двойным. Из зиготы развивается зародыш семени. Триплоидное ядро многократно делится. Образуется питательная ткань эндосперм. Особенно хорошо развит эндосперм у однодольных растений. У большинства двудольных растений в процессе развития семени питательные вещества эндосперма переходят в семидоли. Из завязи, содержащей оплодотворенную семипочку, развивается плод, в котором находится семя. Впоследствии из него вырастет новое растение. Богатые питательными веществами ткани триплоидного эндосперма обеспечат проросток необходимым питанием. В этом и заключается основное биологическое значение двойного оплодотворения. Значит, я прошу прощения, это я перепутала адреса, и здесь я выложила тот материал, который действительно относительно сложен. Ну, давайте попытаемся все-таки сейчас разобраться в этом материале. Все посмотрели уже, да? Ну, большую часть, по крайней мере. Оля. Да, 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 да. Я тут уже посмотрела. Ты же, вы точно посмотрели. Александр? Да, он сказал, что Катя, Катя, наверное, уже посмотрела. Да, ты не успела. Да, да, действительно, материал несколько сложен, и это материал... Я просто перепутала. Действительно, вот на следующем слайде у нас тот материал, который я готовила для теперешнего просмотра, на занятии, а это то, что вы посмотрели, это я хотела, чтобы вы дома посмотрели, чтобы не спеша, аккуратно, по пунктам, останавливая какие-то сюжетные линии, да, и вникая в них. Да, безусловно, но мы с вами можем выделить здесь некоторые такие моменты, которые сейчас... Мы готовы, сейчас мы с вами остановимся, пытаемся в этом разобраться вместе. Значит, у нас это двойное полотворение идет. Почему оно двойное? Значит, в семей почке у нас развивается, во-первых, яйцеклетка, она имеет диплоидный набор хромосом, как и всякая половая клетка, как и всякая гамета, да, и там есть еще одна клетка, которая даст начало запасающим веществам. Она диплоидная. Как она называется? Пожалуйста, давайте вот сейчас попытаемся это вспомнить, это несколько раз звучало. Попытаемся, давайте, может быть, неправильно, давайте ошибки делать. В обучении это вполне вещи спустимые. Прошу вас, вспоминаем, как называется вторая клетка, которая... Ой, Господи, я говорить-то говорю, а вы меня не слышите, так? Оля, сейчас вы меня слышите? Оля? Это прекрасно, прекрасно было слышно. Вы только вы сказали, вы слышали. А, хорошо, хорошо. Хорошо. Итак, да, слышно, спасибо. Итак, как называется та вторая клетка, которая, кроме яиц и клетки, развилась с ними почки? Которая даст начало эндосперму, потом, слившись с половой гаметой мужской. Как она называется? Давайте вспомним. Я прошу всех напрячься и вспомнить, как называется та клетка, которая, слившись с гаметой пыльцы, даст начало эндосперму. Она называется вторичная клетка. Вторичная клетка она называется. Она не является гаметой, у неё нету гаплоидного набора хромосом, у неё набор хромосом диплоидный, как у всякой другой клетки. И вы помните, что в семи почку прорастают две гаметы, которые ползут по стволу пестика, ползут, прорастают туда. Они содержат, вот эти спермии содержат гаплоидный набор хромосом. И один из спермия сливается птиц и клеткой и даёт он гиплоидный набор хромосом у нового этого организма, у зиготы. А второй спермия сливается с диплоидной вторичной клеткой и даёт он триплоидный набор хромосом. И это даст начало у нас эндосперму. Что такое эндосперму? Пожалуйста, давайте вот сейчас с вами попытаемся сформулировать. Я вас прошу. Подумайте и напишите в чате, что такое эндосперм. Тогда я скажу. Эндосперм – это тот запас питательный. Да, материал для будущих поколений. Но это запас питательных веществ. Да, конечно. Да, да, да. Хорошо, хорошо, что вы всё-таки как-то проявились, а то я уже загрустила. Вас и так мало, а у вас и активность не очень высокая. Да, конечно, это запасающая ткань, используя которой будет расти семя растения. Безусловно, безусловно, очень хорошо. Значит, она у нас триплоидная. Этот эндосперм у нас триплоидный. В отличие от деготы, которая у нас диплоидна. Значит, мы с вами помним, что с вторичной клеткой у нас слился спермий, и при этом у нас набор хромосом стал триплоидным, трой-стройным. ПИЗ-клеткой слился другой спермий, и при этом восстановился у нас диплоидный набор хромосом, который есть в любой клетке взрослого организма уже. Очень хорошо, что мы всё-таки какие-то вещи оттуда вынесли. Замечательно. Значит, сейчас у нас последний тест наш – это тест, это тест уже номер три. Оля, вы его поставите? Вы тест номер три поставите? Значит, это тест, который проверяет усвоение того… Ага, вот он, тест номер три. Спасибо. Есть, ага, ага. Я нажимаю, да? Можно, давайте, давайте. Давайте. Итак, первый вопрос. Половые клетки называются? Этот тест относительно простой, потому что он сейчас пытается проверить то, что мы смогли усвоить сейчас. Да, конечно, за это занятие. Ольга, мы вас ждём. Как называются половые клетки? Да, следующий вопрос. Бесполое размножение осуществляется? Как бесполое размножение осуществляется? Не совсем неправильно вы ответили. Давайте дальше пойдём. Итак, половое размножение требует участия. Мы всё ходим вокруг до около, мы всё с вами говорим на одну и ту же тему достаточно простыми словами. Да, хорошо, следующий вопрос. Почкование – это способ. Какого размножения способ почкования? Да. Да, конечно, следующий вопрос. Следующий вопрос. Последний. Смысл конюгации заключается. В чём у нас состоит смысл конюгации? Конюгация – это один из видов полового процесса, который мы с вами смотрели на импузорье. Да, Александр, да, правильно. Нет, не совсем правильно вы ответили, Ольга. Завершаем тест. Статистика у нас конюгация – это процесс, но это и термин, который обозначает этот процесс, безусловно. Конюгация – это процесс и термин, который обозначает этот процесс. Значит, где у нас Оля, Оля, которая второй мой соведущий. Ну, ладно, я попытаюсь это всё сама, как всё скачать. Хорошо. Ладно, я думаю, что она куда-то отошла, но, наверное, она сейчас подойдёт. Хорошо. Значит, господа, давайте мы сейчас с вами немножечко всё-таки пробежимся по тому материалу, который мы с вами рассмотрели. У нас материал был несколько... В конце я перепутала... Это моя вина. В конце я перепутала видеосюжеты. Когда вы посмотрите тот видеосюжет, который был в последнем у нас, на последнем был в файле, тогда, я думаю, вам будет более это ясно. Скажите, пожалуйста, на примере Гидры, какие процессы мы с вами изучали? Напишите, пожалуйста, на примере Гидры. Мы смотрели два видеоролика с участием Гидры. Что мы смотрели? Вот те видеоролики, которые мы с вами просмотрели сегодня. Деление. Какое деление? Половое размножение или бесполое размножение мы изучали на примере инфузории туфельки? Нет. Хорошо, спасибо. Я это сейчас отключила. Это было половое размножение. А конкретно какое название носило это? Это форум полового размножения. То, что мы смотрели с вами на примере инфузории туфельки. Я могу сейчас еще раз вернуться к презентации. Это вообще-то небольшая проблема. Сейчас мы с вами вернемся к конкузории этой самой. Нет, мы сейчас просто вспоминаем разные вещи, которые мы смотрели сегодня. Вот мы вспомнили у Гидры. Вот в инфузории туфельки какой процесс мы с вами смотрели в видеосюжете? Про мёгу мы уже давно закрыли тему. Какой процесс мы смотрели? Да, конюгазцы, конечно, конюгазцы. А конюгазцы это бесполое размножение или это форма полового размножения? Половое, конечно, половое размножение. Безусловно. Безусловно. Скажите, пожалуйста, а у высших растений какие формы мы смотрели размножение? Какие формы? Половые или бесполые? Все, да, конечно. Конечно, и те, и другие мы смотрели. А бесполое размножение у высших растений, цветковых растений, как оно называется? Вот разные формы бесполого размножения. Как оно называется? Семена у нас все-таки в семи почки созревают. Это у нас половое размножение. Частями. А какими частями? Как это размножение называется? Какие это части? Как называются эти части? Как называется это размножение? Это размножение, когда мы используем разные части цветковых растений, называется вегетативное размножение. Вот, посмотрите, я вам сейчас обвела, здесь подчеркнула красную черту. Вегетативное размножение? Да, безусловно. А половое размножение цветковых растений каким образом происходит? Что там на вашем открыл? Мы с вами говорили об этом. Каким образом происходит у нас двойное? Что двойное? Да, двойное, конечно. А что двойное? Что у нас? Ополтворение. Да, конечно, двойное полтворение, безусловно. Вот, хорошо, что вы вспомнили это, и хорошо, что мы сейчас это повторили. Потому что иначе это все потеряется, забудется и где-то закрутится, и останется где-то в глубинах, вдалеке. Значит, пожалуйста, посмотрите еще внимательно, посмотрите этот видеосюжет, который мы смотрели по ошибке сегодня, да, и посмотрите, пожалуйста, тот видеосюжет, который мы должны были... После того, как произошло опыление, начинается процесс оплодотворения растений. Пыльца, попавшая на липкую поверхность рыльца пестика, прорастает. Образуются пыльцевые трубки. В нижнем конце пыльцевой трубки образуются две маленькие клетки. Это сперми или сперматозоиды. Среди клеток семипочки заметны две более крупные. Одна находится против отверстия семипочки, это яйцеклетка. Другая в центре, это вторичная клетка. Когда пыльцевая трубка достигнет семипочки, спермии проникают в нее, и один сливается с яйцеклеткой, а другой со вторичной клеткой. Так происходит двойное оплодотворение растений. Яйцеклетка и вторичная клетка начинают делиться. В это время лепестки венчика опадают. Тычинки засыхают. Из завязи начинает развиваться плод. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, а из вторичной клетки образуются клетки, в которых откладывается запас питательных веществ. Таким образом, из семипочки развивается семя, состоящее из зародыша и запаса питательных веществ. Из завязи образуется плод, внутри которого созревают семена. Они несут в себе зародыши будущих растений. Я хочу сказать последнее слово свое перед отключением. Господа, мы посмотрели сегодня презентацию. Это моя вина, я немножечко перепуталась. Если бы мы сразу увидели вот этот вот сюжет, я думаю, что у нас в голове бы настала ясность гораздо более полная, чем она сейчас. Но я надеюсь, что сейчас уже как-то что-то прояснилось. Это попроще сюжет, хотя он тоже на эту же тему и, по-моему, тот же ведущий говорит, да, тем же голосом, да. И на самом деле очень похожие съемки. Значит, пожалуйста, пересмотрите все сюжеты, которые мы сегодня видели. Они, большинство из них, очень короткие, очень дельные и очень иллюстративно показывают вот то, о чем мы с вами говорили сегодня. А вот все эти вещи, их надо усвоить, безусловно. Их надо посмотреть не один раз, подумать на эти темы, послушать еще раз, может быть, лекцию, если вам это нужно, посмотреть еще раз презентацию. Но самое главное, надо посмотреть вот эти вот видеосюжеты, вспомнить то, о чем мы говорили. И опять, как всегда, я вышлю задание. Я надеюсь, что задания будут выполнять гораздо большее число людей, чем сегодня у нас с вами присутствовало. Спасибо вам большое. И в следующий раз, в следующий раз мы с вами переходим уже к более таким живым темам, темам, которые ближе к нам, именно к людям, к высшим организмам. Мы с вами будем говорить об онтогенезе, и мы с вами начнем уже говорить о генетике. Не знаю, насколько мы с вами продвинемся в сторону генетики, но в следующий раз мы точно начнем это изучать. Мы будем говорить о ведущих закономерностях, которые всем обязательно надо знать. Для того, чтобы уметь решать задачи генетические, надо сначала познакомиться с принципами, с закономерностями, которые были открыты достаточно давно. И надо вот историю этого вопроса немножечко с вами как-то подучить, познакомиться с ними, поинтересоваться. Спасибо большое. Всем до свидания. Да? Спасибо. Спасибо. Всего хорошего вечера. До следующей недели. До следующей недели. До свидания. Продолжение следует...